В городском округе продолжается работа по обеспечению газовой безопасности. Более 4000 систем автоматического контроля загазованности, так называемые датчики, должны быть установлены в муниципальных квартирах бесплатно. Администрация округа заключила договор с подрядной организацией, которая выполняет эту работу. В приватизированных квартирах собственники устанавливают датчики за свой счет. Устанавливается датчик и в случае, если, не дай бог, конечно, происходит утечка на внутриквартирном оборудовании, в случае, если помещение заполняется газом до определенного процента, в этом случае датчик сработает и своим сигналом оповестит проживающих в помещении о том, что нужно срочно принять меры к нейтрализации утечки и к проветриванию помещения. Для обеспечения газовой безопасности в многоквартирных домах предусмотрены вентиляционные каналы. Обычно вытяжка находится на кухне, она прикрыта решеткой. Для того, чтобы вентиляционная система работала нормально, жители должны следить за чистотой решетки. А в случае, если вентиляционный канал не работает, необходимо обратиться в управляющую компанию. Вот простые правила пользования газовым оборудованием. Первое. При включении газа обеспечить приток воздуха в квартиру. То есть, ну, просто открыть окно на проветривание. Второе. Обеспечить, чтобы продукты горения выходили через вентиляционный канал. Это обеспечить чистоту решетки и хотя бы раз в месяц банальной горячей спичкой проверять, а вообще есть поток воздуха через этот вентиляционный канал. То есть, просто по отклонению пламени. В многоквартирных домах договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования заключены почти на 100%. Что касается частного сектора, здесь сложнее. Далеко не все хозяева домов заключили договоры на техническое обслуживание и не пускают в газовщиков для проверки оборудования. А это необходимо сделать. За отказ от заключения договора собственнику дома придется заплатить штраф. И если после оплаты штрафа договор все равно не будет заключен, то газовщики перекроют газ. Жесткие требования вводятся во избежание трагедии. В России этой весной участились взрывы бытового газа в жилых домах. Есть погибшие и пострадавшие. По статистике, основная причина взрывов – утечка газа из-за неисправности газового оборудования. Полина Иноземцева, Ирина Максимова, Вячеслав Шумов. Программа «События».